Потому что в Рио Масак Сакай был вторым на 200 метров бутерфляем и Майкл Фепсу проиграл всего лишь 0,04 Ласло Чех Я не знаю, с чего начать представление этого парня Наверное, начну с того, что он должен был завершить карьеру в 2016 году Остался для того, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира И вот уже два года прошло, он в строю Ну и, наконец, Кристоф Милок Человек, с которым связывают, наверное, ближайшее будущее бутерфляя Хотя, надо признать, что у Кристофа Милока был очень хороший год Когда он выходил из юниорского уровня Индианаполис, в частности, чемпионат мира среди юниоров в Индианаполисе Там Кристоф Милок натворил чудес Установил несколько рекордов мира среди юниоров и взрослых Попутно в Глазго он сумел победить на дистанции 200 метров бутерфляем Но очень странным способом, в очень странном стиле А затем были юношеские Олимпийские игры На котором Кристоф Милок потерпел поражение на дистанции 100 метров бутерфляем И потерпел от Андрея Минакова Приятно, но все-таки Кристоф Милок остается одним из самых талантливейших спортсменов на сегодняшний день Самых перспективных Он 2000 года рождения Соответственно, смотрим, сможет ли этот талант реализоваться в ближайшие годы Мы вспоминаем одну венгерскую карьеру, которую не устаем вспоминать Это, конечно же, Даниил Гюрта Парень, который в 14 лет умел стать серебряным призером Олимпийских игр А затем то ли звездная болезнь, то ли неудача, то ли еще что-то Надолго вычеркнули его из списка соискателей медали Но все-таки пропустив Олимпиаду Ну, что значит пропустив? Не являясь грозной силой на Олимпиаде 2008 года, в 2012 Даниил все-таки сумел уже в возрасте 22 лет взять себя в руки и стать Олимпийским чемпионом Это было круто, это было лихо В Лондоне мы ему все аплодировали А сейчас Даниил Гюрта является представителем Венгрии в Международном Олимпийском игре Что мы в данный момент с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем, что бедный несчастный Ласло Чех, похоже, все-таки завершил свою профессиональную карьеру Потому что сейчас его, похоже, из какого-то сундука достали Есть ощущение, что он даже не тренировался Во всяком случае, так сильно отпускать на первой 100-метровке В былые годы Ласло себе не позволял Ну а Криштов, ну что Криштову сейчас будет очень тяжело Я вспоминаю его заплыв в Глазго Где первая 100-метровка была фантастична Чуть ли не 52 с маленькими А затем скорость начала падать И сейчас на фоне ветеранов Коим я отношу в первую очередь Чадо Лекло Давайте вспомним все-таки Олимпийский чемпион 12-го года И Криштов выглядит не очень хорошо Для меня удивительным является проплывание Масата Сакай Потому что на предыдущем уровне соревнований Масата Сакай плыл довольно лихо 1.56.44 Ну здесь, конечно, 1.53.64 Это немножко другой уровень Вопрос снимается 53.64 Это быстрее, чем предыдущий рекорд среди юниоров Он Криштову Милуку принадлежит Но понятно, что Криштов уже не является юниором Но 53.64 За 2 месяца до чемпионата мира Это реально круто Это очень неплохо Давайте вспомним, чем закончилось его проплывание в Глазго 200 метров Баттерфляем Криштов выиграл 52.79 С новым рекордом чемпионатов Европы Сейчас он плывет всего лишь на секунду слабее Ближайший преследователь Томаш Кендрееши Проплыл за 54.36 А Федерико Бурсидо Был вообще третьим с результатом 55.97 Если же вспоминать результаты последнего чемпионата мира Он был в Венгрии Он был здесь, на Дуна-арене Если вспомнить эти результаты То Чадли Кло побеждал с это на 53.33 Соответственно, Криштов Милок в том варианте был бы вторым Ласло Чех Тогда был 53.72 Да, и с это финишил со временем 54.21 Ну что, мне два первых заплыва очень понравились Причем мы видим, что венгры плывут Если не по личным рекордам То близко к своим максимальным возможностям